Качество дорог, ремонт объектов образования и медицины, трудоустройство. 8 миллиардов тенге необходимо потратить, чтобы решить все вопросы жителей Асакаровского района. На встрече с главой региона местные жители просили отремонтировать дома культуры, котельные и обеспечить централизованным питьевым водоснабжением. О том, что удастся решить в ближайшее время, а какие вопросы потребуют ожидания, об этом наш следующий репортаж. В рамках программы «Аул Ельбисагэ» в этом году капитально отремонтируют дома культуры в селах Озерное, Батпакты и Садовое. Начнут реконструкцию школы в селе Акбулак. Проект будет двухгодичный и потребует 483 миллиона тенге вложений. Завершат в этом году и строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 помещений в селе Озерном. Отремонтируют внутрипоселковые дороги в Есилии, Сароозеке и Ошаганды. В этом году в районе будут реализованы три проекта по ремонту сельских домов культуры по программе «Аул Бисагэ». Планируется средний ремонт внутрипоселковых дорог в селах Есиль, Сароозек. Средства на это полностью предусмотрены. Задача Акимата района и руководства района – эту работу полностью провести. 250 миллионов тенге вложат в капитальный ремонт детского сада «Айголек» в поселке Молодежном. Также жители населенного пункта в прошлом году жаловались на низкое качество отопления. Для решения проблемы из областного бюджета выделили 130 миллионов тенге. На эти деньги проведут ремонт котельной, установят пять котлов, купят дробилку и проведут частичный ремонт электрооборудования. Еще 30 миллионов вложат в модернизацию сетей теплоснабжения поселка. Также в Осокаровском районе планируют начать газифицировать населенные пункты. Это поможет решить проблемный вопрос теплоснабжения. Отсутствие бассейна в районе не позволяет полноценно реализовать программу по обучению детей плаванию, говорят чиновники. На строительство нового объекта требуется 800 миллионов тенге, пока инвесторов нет. Между тем, в этом году упор сделают на ремонт автодорог, проходящих по Осокаровскому району. Транспортным сообщением хотят обеспечить большие населенные пункты. На это дело выделили 4,5 миллиарда тенге со всех уровней бюджета. В итоге удастся заасфальтировать 96 километров автодорог. По воде наша задача стоит полностью к 2025 году, к концу, Руслан Весемекович. 100% мы должны обеспечить нормальной, качественной питьевой водой. В поселке Осокаровка по программе «Аул Ельбис-Эгэ» в 2020 году были заасфальтированы все улицы. В селе Есиль-Маржанкуль были отремонтированы водопроводные сети. В прошлом году спецпроект позволил провести ремонт объектов соцкульбыта, отремонтировать внутрипоселковые дороги в различных населенных пунктах.